Итак, всем привет! На улице полдевятого утра. Как вы видите, все люди едут на работу. Обыкновенные будни в нашем городе, ничего интересного. Но мы вместо этого сегодня проведем этот день немножечко по-другому. Сегодня с Олесей мы отправимся на поиски заброшенных деревень. Естественно, мы не знаем, в каком состоянии они находятся. Никакой информации про эти места в интернете найти, естественно, невозможно. И пока мы лично туда не съездим, мы так и не узнаем, что там происходит. Поэтому покидаем этот будничный город. И пока все отправляются на работу, мы едем 57 километров за город. Скорее всего, дорога там будет отсутствовать. И еще несколько километров нам нужно будет пройти пешком. И если вы хотите узнать, куда мы сегодня попадем, что за заброшенные деревни нам удастся найти, в каком состоянии они будут, то не выключайте это видео. Уже скоро мы будем на месте. Итак, вот такая вот дорога ведет к нашей цели. Дорога уже такая развалившаяся под воздействием времени. А когда-то ведь она была идеальная. Ее тут строили в советские времена, хотели развивать это место. Наверняка тут были всякие колхозы. Жило много людей в этих деревнях. Ну, естественно, с тех пор многое изменилось. Дорогу ремонтируют какими-то заплатами. Заплат тут уже намного больше, чем самой дороги. Но, тем не менее, ехать можно. Это, конечно, приятно радует. Как видите, людей здесь вообще нету. Абсолютно безлюдная дорога. Итак, оставляем мотоцикл за деревней, до которой мы только что доехали. Дорога дальше просто ужаснейшая. Проехать невозможно. Как вы видите, все наши покрышки находятся в глине. Вот такая вот дорога, где можно проехать только на тракторе. Заднее колесо у нас тоже абсолютно все в глине. Вообще не знаю, как мы его отсюда вытащим. Но если как-то затащили, значит, как-то и вытащим. От дороги у нас осталась едва заметная колея. Видно, что в этом году туда ездил трактор. Потому что кроме трактора туда больше ничего не проедет. Не знаю, может быть, кто-нибудь ездил в те края на тракторе собирать металлолом. Обычно постоянно эти следы от тракторов около заброшенных деревень. Видимо, местные знают, что там уже никто не живет. И располагая каким-то трактором, пытаются до туда прокатиться, собрать все оставшееся железо. По крайней мере, я рад, что еще осталось вот такое вот направление. Оно еще не полностью заросло. И мы можем хотя бы по нему сейчас продвигаться. Олеся вообще уже изнемогает у меня. Молит о пощаде, потому что все дороги заросли. Вот стоим тут мы. И вот где-то впереди, и немножко справа, деревня Ивановская будет. Итак, ребята, вот мы уже и подошли. Видны остатки заборов. Все уже заросшее намертво. Но, по крайней мере, крыши еще окончательно не рухнули. Это самое главное. Когда-то у нас тут была территория, у людей были огороды, а сейчас все это слилось просто в единое поле. И вот он, первый дом на нашем пути. Стекла целые, как это ни странно. Как мы видим, двери уже отсутствуют. То ли выломаны, то ли сами вывалились. Вот тут люди даже припасли дрова, но так ими и не воспользовались. В очередной раз, видимо, хотели вернуться сюда, но так и не получилось. Вот у нас лежит книга на входе «Ветеринарное законодательство 72-го года». Том 2. Такая вот толстенная книга. Наверное, какие-то искатели старинных вещей сюда заходили определенно, потому что перевернуто вообще все кверх ногами. Такой вот старинный стул стоит. Они достали все ящики и перекопошили вообще все, что тут было. Полный разгром творится в этом доме. Вот, смотрите, из комода просто выкинули все. Явно еще в середине 2000-х тут жили. Вижу визитку Билайна. Итак, смотрите, тут у нас лежит такой блокнотик. Теоретически тут жил ветеринар раньше. И вот первая запись. Болеют две телки, не встают. Сильно истощены, что ли. Итак, ребята, последняя запись в этом блокноте сделана в 96-м году. То есть первая была в 91-м, а последняя в 96-м. Пять лет он вел этот блокнот. И работал тут ветеринаром и помечал у кого какие были проблемы с коровами. Видимо, в 90-е тут еще все колхозы каким-то образом работали, и у человека вот была работа. Сейчас, естественно, все уже закрылось, обанкротилось. И я думаю, после того, как работы окончательно не стало, он отсюда уехал уже и бросил этот дом. И через несколько лет простоя сюда зашли мародеры, и все здесь абсолютно разгромили, все, что можно было. И вот такой вот старинный телевизор тут когда-то находился. Олеся еще прочитала в этом блокнотике, что ветеринаром была женщина. Назывался «Чайка». Несмотря на то, что в Советском Союзе вроде много не делали всяких телевизоров, но каждый раз, когда мы ходим по деревням, находим новую модель. Поэтому, мне кажется, моделей-то было этих телевизоров немерено. Потому что реально каждый раз что-то новенькое. Итак, мы только что нашли календарь 2008 года. То есть, еще в середине 2000-х тут жили вот такие тут советские кошельки у нас, которые раньше, наверное, были у всех. То есть, в 2008-м тут еще кто-то жил. Итак, еще раз покажу вам, как все это выглядело снаружи. Вон там, где был двор, все рухнуло, крыша сложилась. То есть, там сейчас буквально куча досок лежит. А вот эта часть дома еще каким-то чудом держится. Я думаю, все благодаря тому, что тут лежит шифер. Это обеспечивает долговечность этому зданию. Внутри, конечно, полный кавардак. Там, где был бывший сад, все заросшее. Но я рад, что, по крайней мере, дома хотя бы еще в таком состоянии находятся, и мы явно сюда шли не зря. И мы видим уже следующий дом с отсутствующим или открытым окном. Отсюда пока что непонятно. Вот, смотрите, опять же, люди у нас запасались дровами зачем-то. Видимо, уезжать отсюда они не планировали. Вот такая вот дорога у нас все затоплено. Вижу вдалеке еще один дом. Подходим ко второму дому. Тоже видно, что все заросшее. Бывшие яблони. Хотя, почему бывшие? Они и сейчас яблони. Только никто из них ничего уже не собирает. Окно открыто. Все в крапиве вокруг. Окна целые. Хотя нет, одного окна уже нет. Может быть, выкидывали что-то ценное отсюда, что нашли. Сразу же дальше видим следующий дом. Тоже крыша целая, все в порядке. Видимо, баня уже сложилась. Ну что же, опять же, у нас на входе дрова. опять же, как будто они не планировали отсюда уходить. Готовили дровишки на будущее. Детская кроватка. Геркулес. Опять же, остатки от телевизора. Висят счеты. Слышу, что внутри птицы летают. У них там, наверное, гнезда. Здесь даже пола уже нет. Внизу лежат телевизоры. Это просто какая-то деревня, состоящая, я не знаю, из любителей телевидения. Телевизоры повсюду. Вообще, внутри ничего не осталось, хотя снаружи дом в великолепном состоянии. А внутри вот такая вот пустота. Так, ребят, мы нашли протез. протез и две бутылки водки. Даже не две, четыре. Да сложно уже точно сказать, сколько их тут. В любом случае, тут когда-то жил человек без ноги. Вообще, все это как-то нереально выглядит. Идем под каким-то, я не знаю, столетним деревом, хотя ему, наверное, намного больше. Это дуб. Он реально, мне кажется, пару сотен. Несколько сотен лет он видел все, что происходило в этой деревне. Возможно, даже ее создание и ее смерть. Тут у нас был колодец раньше. Все уже сложилось. Необычайно огромное количество птиц у нас тут живет. Все эти дома облюбовали птицы. Мы подходим к следующему зданию. опять же, не угадая, что находится внутри по внешнему виду. Естественно, если здесь были мародеры, они были во всех домах. Тут опять же у нас отсутствует окно. Если что-то ценное было в этой деревне, то все это давным-давно украдено уже отсюда. Дальше еще дом у нас находится. То есть деревня была не маленькая и была заброшена примерно в одно время, потому что состояние домов практически идентично. вход у нас весь зарос крапивой. Опять же, у нас тут частично отсутствующий пол. Печку разбирали, полы вскрывали, то есть искали тут основательно. Тут у нас когда-то была печь и как мы видим от нее осталось только куча кирпичей. Это наверное самые жесткие искатели сокровищ, которых я когда-то видел. Разнести все так в такой глуши. Это надо постараться еще на чем-то сюда приехать. и вот такой вот разгром у нас в комнате. Не знаю, сколько лет назад нужно было приезжать в эту деревню, чтобы тут еще все было в более-менее неплохом состоянии. Опять же, у нас тут остатки от приемника, остатки от телевизора и старая добрая традиционная бутылка водки. И вот такой вот телевизор когда-то смотрели владельцы. Называется «Березка 215». Смотрите, нашел вот такой вот набор пуговиц. Никогда реально не видел, что пуговицы у нас еще наборами продавали. Они, по-моему, все одинаковые. Называется «Хлебозавод Брюховецкого района». Что? Или не «Хлебозавод»? В общем, сложно понять, все сейчас перед вами. «Хлебозавод». «Краснодарский край», станция «Брюховецкая». Размер 15 мм. Цена за 10 штук 23 копейки, наверное. И две пуговицы забрали и все остальные на месте. Вот такой вот раритет. Итак, смотрите, вот такую вот гармошку мы еще нашли. Такая мини-версия, мало клавиш. В деревнях часто на таких раньше играли. Пластинки также лежат. Все покрыто вековой пыли уже. Вот такая едва сохранившаяся гармошка, на которой когда-то тут играли и пели песни. что сейчас, конечно, кажется уже практически невероятным. И между тем мы продвигаемся дальше. Остатки от очередного колодца, бескрайние просторы. Идем, где раньше была дорога, столбы с проводами никто отсюда не убирал, они так и проходят через деревню. и подходим к следующим домам. Опять же, у нас тут столетний дуб. Хотя, может, по-настоящему ему, конечно, 300 лет, 500, я на самом деле даже не представляю, сколько нужно времени, чтобы вырасти ему. итак, у нас тут даже три дома. Состояние, конечно, у них оставляет желать лучшего, но давай сначала зайдем вот в этот. Вот такое вот дерево, которое пережило тут всех. Тут еще даже у нас уцелели остатки забора. ну, давайте посмотрим, чем нас порадует этот домик. Бывшие ульи, что ли, или что это такое? Да, домики. да, здесь у нас жил какой-то пчеловод, куча домиков для пчел, но, естественно, внутри у нас уже тоже похозяйничали мародеры, и мы находимся в комнате, где, опять же, оставили кучу вещей, но все кверх ногами, смотрите, счетчик все еще горит, то есть тут даже не отключили от электричества все эти дома, несмотря на то, что они уже несколько лет заброшены. Ежик у нас такой был. Ты видишь такой? Не помню. Там вверх расчески вставлялись, видишь, где у него цветы, там, как сумочка. Сразу же его засниму. Вот такой вот ежик, где сверху вставлялись, как Олеся горит, расчески. Так, тут у нас лежат какие-то записи на столе, стоит люстра. Давайте покажу вам счетчик, а то кто-нибудь обязательно напишет, что нет тут никакого электричества, ты гонишься. Вот, смотрите, счетчик, и вот он до сих пор горит. То есть электричество к этим домам до сих пор подведено, как это ни странно. И вот такая вот детская картина, там даже что-то написано, но очень сложно на самом деле понять, что. Она вся блестит, когда в нее светишь фонариком. Ладно, сейчас я ее сниму без фонарика, посмотрим на нее. Вот, смотрите, такой вот, видимо, подарок. Когда-то внук сделал нарисован незнайка, наверное, и написано поздравляем. может, на 8 марта подарили. Сделано из опилок и, по-моему, просто покрашено какими-то интересными красками, светоотражающими. Итак, на столе у нас лежит вот такая вот почетная грамота, выданная 23 марта 1984 года отделом народного образования Даниловского района награждается Костарева Ольга, что ли, за активное участие в районном смотре детской художественной самодеятельности, посвященной 40-летию Победы. Итак, идем в следующий дом. Дальше у нас еще один дом виднеется. Дом справа у нас уже рухнул, вряд ли там что-то есть интересное. Везде птичьи гнезда. итак, заходим. Вот такой вот у нас ковардак опять же в этом доме. Множество дверей. Повсюду советские телевизоры просто повсюду лежат. Такой стульчик стоит в неплохом кстати состоянии. Тут когда-то была кухня. Какие-то остатки от столовых приборов. И вот то, что находится у нас внутри комнаты. Здесь по крайней мере еще остались фотографии в единственном доме, куда мы зашли. Пока что мы нашли хоть какие-то фотографии. Сейчас более подробно их посмотрим. Календарь у нас на религиозную тему 2006 года. Сервант. Все выкинуто. Все. Проверили каждую полочку. Комод. Сейчас тоже посмотрим, что тут уцелело. Дрова опять же человек копил. Запасал. То есть может думал, что вернется, но почему-то в середине двухтысячных с разницей в два-три года все окончательно покинули эту деревню. И вот такие вот фотографии бывшего жильца. Видимо он в молодости и он уже не то чтобы в старости, но я даже не знаю сколько ему лет сорок с чем-то. Книжка учащегося училища механизации сельского хозяйства. вот такая вот книжечка у нас книжка номер 134. Баранов Николай Александрович что ли? Город Данилов. Выдано в 56 году. Действительно по 57 то есть вы представляете сколько ей лет. Год и месяц рождения 38 деревня Самсонова. Книжка 56 года о том что человек который сейчас уже наверное не жив 38 года учился в каком-то училище. открытка написана уважаемый Николай Александрович поздравляем вас с днем пожилого человека желаем до 100 лет прожить не зная в жизни дней ненастья желаем много благ земных здоровья бодрости и счастья приглашаем вас на чаепитие в дом культуры 1 октября в 13 часов к сожалению год не указан нашли также сберегательную книжку давайте посмотрим сберегательная книжка номер 2173 опять все на того же человека сделано итак внесено 20 тысяч рублей в остатке 55 тысяч это в 93 году это когда у нас уже были миллионы то есть я думаю это не особо что-то значило потом несколько оторванных страниц наверное он что-то снимал остаток уже 40 тысяч и все дальше пустота а еще здесь есть занавешенное зеркало я не знаю что это значит но смотрите это реально зеркало оно занавешено зеркало как зеркало в принципе ничего такого в нем выдающегося нету вот так вот оно выглядело и смотрите сверху там у нас еще какие-то открытки так очередной квест нашли вот такую вот вещицу просто кусок доски на нем рычажок и он ездит туда-сюда и все там ничего нет то есть все если это работало то работало это вот так если у кого-то есть какие-то догадки пишите в комментариях что это за прибор да очередные апокалиптические пейзажи возможно этот дом покинули одним из первых а может быть просто у него крыша не была покрыта шифером и поэтому все рухнуло быстрее других и вот у нас видимо последний дом который у нас уцелел в этой деревне кстати весь забор все еще целый создается ощущение что сюда еще могут время от времени возвращаться итак ребят смотрите вот такой вот домик в который еще явно кто-то заезжает трава скошена улей и стоят палочки у нас у входа замков никаких нет но все завязано на всякие проволочки стоят палочки чтобы тот кто сюда возвращается видимо понимал бывали ли тут люди или нет куча вещей лежит опять же у нас зеркало в которое уже ничего не видно давайте сейчас по-быстренькому забежим в основную комнату посмотрим что там происходит пахнет медом вот такой вот домик вот у нас тут соты висят очень странное место для заброшенной деревни очень дизайнерское кресло для заброшенной для заброшенной деревни да я думаю просто кто-то оставил себе этот домик для того чтобы добывать здесь мед время от времени видимо приезжает собирает все это дело и уезжает и уезжает и так ребят вот так вот мы всю деревню прошли насквозь и в конце вот такой вот домик у нас где стоят куча ульев летают пчелы близко подходить я думаю не стоит все покидаем эту деревню сейчас нам нужно будет идти к следующей предположительно куда-то туда вот такие вот у нас бескрайние поля видно что кто-то ездит тут периодически на каких-нибудь уазиках наверное потому что на чем-то другом тут проехать весьма сложно сейчас мы вышли из деревни которая называется Ивановская или называлась раньше по крайней мере и отправляемся в следующую деревню которая называется Савкино никакой дороги нет если она тут когда-то и была по крайней мере навигатор нам показывает что теоретически она тут когда-то была все это уже давным-давно заросло и превратилось в обычное поле если бы не спутниковые если бы не спутниковые снимки мы бы в жизни не догадались что там что-то может быть идти нам не так уж и долго я думаю до этого Савкино я думаю минут через 15-20 придем для вас конечно это пройдет намного быстрее ну что же пока что мы пробираемся через эти заросли в сторону этой деревни я надеюсь мы идем туда не зря я надеюсь там будет действительно интересно я надеюсь Продолжение следует...